МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая хозяйка. Здравствуйте. Заходите в дом. Как вас зовут? Светлана Погосовна. Это не по-вашему Светлана, а по-нашему пармянски Сарпун Погосовна. А как нам вас называть? Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста, а как вы попались сюда из Армении? Мы попались после землетрясения. В 89-м году у нас было землетрясение. Родители мои были тут, они работали, асфальт ложили. И мы переехали после землетрясения жить в Белоруссии. Ну, у нас теперь там все хорошо, слава богу. Живут тоже родственники, тети, дяди, бабушки. Но в основном все наши роды тут, в Белоруссии. Мы живем тут, в Белоруссии. Уже 30 лет живем у вас. Очень хорошо, благодаря всем. Никто нас не обижает, никто ничего. Все помогают. Все хорошо у нас тут. Поначальность армян, а сейчас не знаю, или Белорусс, или армян. Детям спрашивают, говорят, Белорусс. А себя не знаю. Наверное, половина той, половина той. Хорошо вам здесь живете? Да, я живу уже 30 с чем-то лет. С восемь чистом, я понимаю. И сейчас живу так. 22 года в колхозе работал механизатором. И резкий инвалид стал. Сочувствовал. Да, от судьбы, как говорят, от судьбы, от сумы не заикаюсь. Ну, я думаю, с такой вкусной едой вы пойдете на поправку. Да, с такой хозяйкой, которая ходит, пойду. Ну, это Ануфриевский монастырь. Ануфриевский монастырь Вот здесь был спортивный зал. А вот это, даже, чтобы было видно, святого Николая, лик на этой сцене. Ну, его долго и упорно смывали, но убрали вот тут вот прямо. Ну, а сейчас там одни развалины уже, ничего. Но здесь была школа. А потом, когда стали школу строить новую, а это, наверное, годы школы перешли в Новую году, наверное, в 76-м, вот тут стали разбирать, разобрали эту крышу. Тут вот жив был домик такой, делал грубки, трубы, вот на продажу. С этой жести он ее и раскрыл. Ну, вот как раскрылось, вот видите, теперь какой плачевный, что дождь сделал, стали камни сыпаться. И вот, все вот так вот. Как гласить история, то раньше, когда архимадридом был Ираклий Лисовский, то здесь, не знаю где, но пишут как, это с архива данные, что открыл минеральные воды. И здание было, где монахи и все эти приезжие поправляли свое здоровье минеральными водами. Так что у нас вот где-то минеральные воды, но мы не знаем. Сын пахал и достали памятник. Покажите. Пойдемте. Покажите. Ну вот. Здесь когда-то было монастырское кладбище? Наверное, наверное, было. Но это же было уже сколько веков назад? Ну тут 1834 года по-польски тут написано все. Покажите, надо. Покажите, надо. Покажите, надо. Покажите, надо. Рыбка. Да. Она вольтка видна. Ну вот 1834-й рок, по крайней мере. Року? Да. Року. Ну дома есть все И куры, и поросята И утята, и гусята Но это не мое Чего же вы хотите? Ну я мечтала и, наверное, буду Все равно и поступлю и в медицинский Быть медиком Хотите лечить леды? Да, вот это самое лучшее Мы желаем вам удачи и чтобы ваши мечты сбылись Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я такого никогда не видела Конная кощилка Заготавливаем сено Для кого? Кролики Кони Коровы Козы Для всего Для хозяйства Покажите нам, как этот агрегат веет? Сейчас поедем Кузя 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 Субтитры Алексею Дубровскому Кузя Кузя Продолжение следует... Как зовут вашего любимца? Тишка. Что, действительно тихий? Ну, нормально, хорошая, умная собачка. Местная? Да. Ну, я прожила 28 лет на севере, в Нижневартовске, там работала. Ну, а потом вышла на пенсию и решила вернуться в родной дом. Дальше жить, смысл. Продолжать родительские традиции, семейные все. Родители нам с детства привили трудолюбие. И мы так идем по жизни все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жарко. Вставай. Да это что-нибудь жарит. Ничего себе небольшая. Вот это сливка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кабан? А они нас не съедят? Нет. Редактор субтитров А.Егорова Здравствуйте! 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Виктория Викторовна. Как ваши дела? Да вот что-то плоховато себя чувствую. Наверное давление, а может так, что голова болит, кружится. Ну давайте померяем давление ваше. Давление. На что еще жалуетесь? Головные боли? Да, немножко есть. Наверное, это погода. Давление у нас хорошее. Хорошее давление. Отдыхать больше, но они, конечно, не слушают, потому что любят поработать. И деревня все-таки. Огороды сейчас, прополка, ну и все остальное. У людей сено, запас. Готовиться на зиму. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА я сельский учитель просто света и дочь и виктория очень приятно мы видим для вас сейчас самая горячая пора конечно как для каждого наверно сельского жителя время заготовок самое дорогое время для каждой хозяйки дочь помогает вам да конечно это первые огурцы первые закатки мы их подписали вот еще одна помада это наша кошка василиса трехцветная к счастью ну да у нас все есть лишь счастье семья собаки коты дом как бы нам ни на чем не но жаловаться не приходится самое главное для счастья это мама правда века самая дочь и долождано ребенок в чем секрет все хотят быть я даже не знаю но секрет может быть в том чтоб были дети здоровые были рядом родители долго я как-то осталось рано без отца 8 классе поэтому для меня вот это вот семейное такое теплое свое должно что-то что тебе больше всего нравится в сельской жизни нету такого шума как в городе а ты думаешь шум это плохо но как бы для меня больше свежий воздух и это прекрасно но я здесь с 91 года осел 16 лет отработал местном колхозе и как-то уже прижился и скажем я создан для сельской местности люди очень хорошие люди очень хорошие доброе и я думаю вы вместе со мной сегодня в этом убедились это и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok